Сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию видеопрезентацию, приуроченную к 115-летию замечательного художника-иллюстратора Анатолия Владимировича Кокорина. Художник родился 13 августа 1908 года в городе Демидо в Смолинской губернии. Он рано потерял отца, с детства привившего сыну интерес к рисованию. Вскоре по трагической случайности погибли мать и сестра. С 8 лет Анатолий Владимирович жил в семье тети. Вместе с ее семьей он более года прожил в Англии, где впервые взял в руки этюдники краски, а затем пару лет в Германии, где активно посещал музеи, увлекся аксилографией и начал получать первый заработок иллюстрированием книг. В возрасте 15 лет он уже не сомневался в своем намерении стать профессиональным художником. Досрочно закончив пермский художественный техникум, Кокорин поступил в московский Хутеин. Ему посчастливилось учиться у талантливых графиков Павла Яковлевича Павлинова и Сергея Васильевича Герасимова, у выдающегося плакатиста и педагога Дмитрия Стахиевича Моора. С 1920 года работал в различных журналах в области живописи и графики. Был принят членом МОСХА. В целях изучения жизни ездил по стране, участвовал в выставках. Во время войны Кокорин работал в отделе фронтовой листовки главпура. С конца 1943 года военный художник студии имени Грекова. Тема войны нашла отражение в натурных рисунках, сделанных на фронтах и в послевоенных сериях работ, созданных на их основе. Это фронтовой дневник, воспоминания о войне. Зрелость таланта, расцвет творчества художника приходится на 1950-1980 годы. Поездки по СССР странам Европы дали большой материал художнику. В его творчестве нашли отражение и Прибалтика, и Средняя Азия, Ленинград, Москва. На протяжении многих лет он создавал серии по старым русским городам, по Италии, по Индии, Англии, Франции, Голландии. Таланту художника были подвластны все графические техники. Основой его творчества всегда был натурный рисунок. Во время своих творческих поездок Кокорин вел дневники, делал в них записи и рисунки. Часть этих дневников изданы как книги и альбомы. Ленинградский альбом по Индии, по старым русским городам, в Голландии, Англии, Шотландии, Ирландии в стране великого сказочника. Большое место в творчестве художника занимало иллюстрирование русской классической зарубежной литературы и в частности детской литературы. Особенно Кокорину нравились сказки Ганса Христиана Андерсена. За иллюстрирование произведения Андерсена художник был удостоен золотой медали Академии художеств СССР. С творчеством Ганса Христиана Андерсена художник познакомился еще с детства. С детства это же и стало мечтой проиллюстрировать сказки любимого писателя. Но это ведь только легко сказать, хочу иллюстрировать Андерсена. А ведь сколько нужно знать художнику, чтобы правильно нарисовать мир сказки? Как выглядели в те далекие времена датские города и деревни? Какую одежду носили люди? Какой посудой пользовались? В каких экипажах ездили? И много-много другого. Немало часов провел художник в библиотеках. Отыскивал старинные книги и альбомы, в которых мог посмотреть все это, прочитать и зарисовать. А потом он поехал в Данию, чтобы увидеть своими глазами страну Андерсена. Целыми днями ходил по улицам и площадями у главного города Копенгагена. Многое там и сейчас выглядит так же, как при жизни Андерсена. И художник все время рисовал. Ведь неизвестно, что может потом пригодиться в работе над книгой. И получилось так, что сам Андерсон за эти годы стал для Анатолия Владимировича как бы старым другом. Он постепенно вошел в его жизнь и стал неотъемливой частью творчества. Художник проиллюстрировал семь книг со сказками Ганса Христиана Андерсена. А потом увидела свет книга для маленьких ребят, как и рисовал сказки Ганса Христиана Андерсена, в которой художник рассказал о том, как работал над сказками Андерсена, и что труд иллюстратора сложен и требует, кроме способности, еще больших знаний и трудолюбия. Сказка Петра Павловича Ершова о простодушном Иване и его друге Коньке-Горбунке в оформлении Анатолия Владимировича Кокорина уже многие годы радует читателей выразительными рисунками и чудесными изобразительными деталями, украшающими каждую страницу книги. Самобытны и иллюстрации к сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». И уже больше 30 лет мы следим за приключениями Буратино по иллюстрациям Анатолия Кокорина. «Пчелы вводят хоровод» – это забавные песенки из шведской народной поэзии. Они с восторгом воспринимаются детьми и легко запоминаются. А чудесные иллюстрации Анатолия Кокорина, своеобразные зарисовки из шведской сельской жизни, помогают в этом. А зарисовки из путешествия по Италии помогли художнику иллюстрировать книги Джани Радари. Субтитры создавал DimaTorzok